Привет! Это Камчатка с Александром Петровым и мы продолжаем наши регулярные выпуски рубрики Камчатка день за днём. В этой рубрике я рассказываю, как в эти дни различных лет века минувшего жил наш полуостров. Материалы для рубрики. Это старые документы и не менее старые газетные публикации. В основном советских лет. И боже вас сохрани. Не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Сегодня мы узнаем о том, что происходило на Камчатке с 17 по 24 ноября в разные годы века минувшего. Итак мы приступаем к нашим увлекательным чтениям. Гуинплен это по Гюго человек, который смеется. Так вот, в Гуинплене смеются сразу четверо. Сергей Григорьев, преподаватель педучилища. Вадим Лашин, преподаватель ПКМУ. Вячеслав Бушилев, завод школы номер 39. И Андрей Игнатович, инструктор обкома ВЛКСМ. А с ними все, кто слушает и смотрит. Так начинается статья, опубликованная в газете «Камчатская комсомолец» 17 ноября 1987 года. Она рассказывает о неформальном студенческом сатирическом театре. Вот что пишет газета. Хоть сатира, как известно, имеет свойство острие свое направлять вверх. Заметим, что Гуинплены вскормлены студенческой средой. Сергей и Вадим физфаком ДВГУ, а Слава и Андрей – Камчатским пединститутом. И хотя ребята давно покинули свои альма-матер, всегда рады тряхнуть стариной и сыграть что-нибудь чисто студенческое. Например, радиолампу неповторимого Жванецкого. Гуинплен – это была лютая советская мерзость с беззубой критикой, с глупыми картавыми шуточками в стиле всяких Жванецких, Гайкиных и прочих картавых большевистских шутничков. Впрочем, с полным текстом этой газетной публикации и других газетных публикаций и документов, которые я использую в выпуске, можно познакомиться на моем канале сервиса «Яндекс.Дзен» по ссылке в описании под роликом. Канал так и называется «Камчатка с Александром Петровым», так же как мой канал на Ютубе. А мы продолжаем наши чтения. Звероводы заготавляют тепло. Так называется. Заметка, опубликованная 18 ноября 1962 года в газете «Аллиутская звезда». Газета эта до сих пор выходит на острове Беринга в селе Никольском. Вот что пишет «Аллиутская звезда». «Иншалла». Рабочие второй секции зверофермы приступили к заготовке тепла. Да-да, тепла. На зимний период для наших голубых песцов. Мы уже отнесли на чердак кормокухни от пилорамы 130 мешков опилок. Истребуешься 200. Скоро завершим эту работу. Хорошо трудятся на этом деле. Используют каждый свободный час. Рабочая Бадаева, Артюхова, Ножикова, Хабарова, Яковлева, Аксенова. В общем, отстающих нет. Но это не точно. Продолжаем наши чтения. 19 день ноября 1953 года. В статье школы рыбацкого поселка пишется, впрочем, почитаем, что здесь пишется. «С каждым годом растет, благоостраивается поселок Новая Тарья Елизовского района. Ежегодно, неуклонно увеличивается число учащихся. Если до 1950 года в семилетней школе поселка было 200 учащихся, то в 1951 году их стало 450, а с 1951 по 1953 год число учащихся возросло до 800. Старая семилетняя школа уже не могла вместить всех желающих учиться. Началось строительство школы десятилетки. В 1952 году Новая Школа гостеприимно встретила своих питомцев. Красивое каменное здание вмещает около 800 учеников. С такими вещами играть нельзя. Где эта Новая Тарья? Знаете? Наверняка нет. На том берегу Овощинской губы, где сейчас город Вилючинск, располагался когда-то ряд населенных пунктов, колхозов, артелей. И вот Новая Тарья – один из них. А мы продолжаем наше увлекательное чтение. 20 ноября 1935 года газета «Камчатская правда» сообщает, что сейчас в селах Петропавловского района запас муки всего лишь на пару недель. Самый большой запас в колхозе имени Сталина на два месяца. Между тем ряд колхозов – Паратунка, Николаевка и другие. После того, как замерзнет бухта, будут почти совершенно отрезаны от Петропавловска, 60-километровой, чрезвычайно неудобной дорогой. Наконец-то вы узнали правду. Надо немедленно, пишет газета, не дожидаясь замерзания бухты, забросить муку в колхозы в количестве обеспечивающем население в период зимы. Это точно. Колхоз имени Сталина располагался в районе бухты Турпанка, на противоположном берегу Авачинской губы. И напомню, что тогда хорошей дороги из Петропавловска в район Паратунки и Николаевки не было, и завоз в основном осуществлялся во время навигации по воде через Авачинскую губу. А мы продолжаем наше чтение. Охотоборцы успешно закончили Путин, сообщает 21 ноября 1963 года газета «За высокие уловы». Теперь эта газета носит название «Рыбак Камчатки». Свыше 40 промысловых судов и 5 плавущих баз нашего флота в течение пяти месяцев, пишет газета, вели добычу и обработку сельди в Охотской сельдиной экспедиции. Ими добыто свыше 390 тысяч центнеров рыбы. Такого количества рыбы за экспедицию еще не брали наши промысловики. Еще раз напомню, что с полным текстом публикации документов, используемых в выпуске, можно познакомиться на моем канале сервиса Яндекс.Зен по ссылке в описании. Наша машина времени продолжает путешествие в прошлое. 22 ноября 1953 года главная газета Камчатской области «Камчатская правда» пишет. С потолка свисают серебристые звезды, разноцветные фонарики, гирлянды цветов. На стенах развешаны маски медведя, зайца, козла. Здесь много и других игрушек, украшений, сделанных старательно, изящно, с большим вкусом. Мы в одной из комнат городского дома пионеров, где под руководством художника Пуртова занимаются школьники, члены кружков рисования, умелые руки и лепки. Это своеобразная лаборатория, где ребята развивают свои художественные способности, учатся рисовать, лепить, изготовлять из таких простых материалов, как картон и бумага, при помощи клея и красок красивые украшения для новогодней елки, маски для новогоднего маскарада, игрушки. Знания и навыки пишет Камчатская правда, полученные здесь. Ребята будут распространять у себя в школе, в школьных самодельных кружках, чтобы и другие ребята научились основам рисования и лепки. Сейчас в кружках под руководством Пуртова занимается около 80 школьников. Да, это правда, это правда. Движемся дальше. 23 день ноября 1923 год. Газета «Полярная звезда» сообщает, что 18 ноября состоялось открытие первого на Камчатке детского сада в городе Петропавловске. В прошлом выпуске рубрики «Камчатка. День за днем», кстати, я цитировал эту же газету, только более ранний номер, где писалось лишь о намерении открыть детский сад. К назначенному времени, пишет «Полярная звезда», собралось свыше 50 детей дошкольного возраста со своими родителями, а также представителей партийных и профессиональных организаций, сотрудники правительственных учреждений и школьные работники Петропавловска. «Рад я, что дожил до этого времени!» Пришли также дети старшего возраста, школы первой ступени, посмотреть, что это за штука детская и сад. Дети быстро освоились новой обстановкой и сразу же нашли себе развлечение. Одни играли с кубиками, другие с мечом, третий запускали волчок, четвертые занялись рисованием цветными карандашами, и весь детский сад шумел, как улей. Торжество открытия, пишет «Полярная звезда», начало с пением интернационала всеми присутствовавшими, после чего с приветственной речью к родителям и гостям обратился завгубано товарищ Курилов. И последняя публикация, с которой мы познакомимся сегодня, это публикация газеты «Моряк Камчатки». 24 ноября 1983 года эта газета Камчатского морского пароходства сообщила о том, что в Камчатском областном театре после длительного капитального ремонта начался 51 сезон. «Красиво, эстетично». «Он интересен и тем, — пишет газета, — что в репертуаре будут пьесы местных камчатских авторов. Это штормовое предупреждение журналиста «Камчатской правды» Кудлина и потерянный праздник, произведение по мотивам итальменского фольклора, написанное писателем Поротовым для детей». «Кроме того, — сообщает моряк Камчатки, — как рассказал главный режиссер театра Шершов, труппа намерена в нынешнем сезоне поставить драму космачатского «Тепло Земли» о жизни камчатских геологов». Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится узнавать, что происходило на Камчатке в разные годы и дни века минувшего, ежели же вы Абрамы, родства не помнящие, ставьте дизлайки. Пишите комментарии. А если вы здесь впервые, то вот эта вот подсказка в правом нижнем углу экрана объяснит вам, что делать для того, чтобы не пропускать новые видео на канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова